События дня в настоящем времени. В студии в Вашингтоне я, Олеся Кругляков. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Олимпийская сборная России все же едет на игры в Рио, но в сокращенном составе. Глобальная угроза теракта в Европе и на Ближнем Востоке. Национальный съезд демократической партии в Филадельфии начинается с разоблачений и обвинений. Обзор новостей и событий начнут наши коллеги из Праги. Я приветствую Сергея Дорофеева. Сергей, вам слово. Да, лезь события дня в настоящем времени. Здравствуйте. Сборная России все же едет на Олимпиаду в Рио, правда в сокращенном составе. Исполком Международного Олимпийского комитета за две недели до начала игр решил не отстранять сборную целиком. В Бразилию смогут полететь отдельные спортсмены, только те, кто не был улечен в употреблении допинга ни сейчас, ни ранее. Решения по ним будут приниматься международными федерациями соответствующих видов спорта. Всемирное антидопинговое агентство «Вердикт МОК» назвало разочаровывающим. Среди тех, кто не сможет принять участие в Олимпиаде, и Юлия Степанова. После ее показаний начался допинговый скандал. Как только фильм о российских легкоатлетах вышел, спортсменка попросила убежище в Канаде. Сейчас она живет в Соединенных Штатах и отказалась представлять на играх Россию. Другая спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в шестом Елена Исенбаева, а ей позволили лететь в Рио, после такого решения МОК заявила о готовности обратиться в Европейский суд по правам человека. Тем временем в Рио уже прибыла сборная России по спортивной гимнастике. Мы проанализировали, кого, вероятнее всего, оставят в России, дома, у кого еще есть шансы побороться за медали в Бразилии. Легкая атлетика. Команда из 68 человек. На Олимпиаду не поедет никто, кроме Дарьи Клешиной. Прыжки в длину. Спортсменка с 2013 года живет и тренируется в США. И не имеет отношения к допинговому скандалу вокруг российской сборной легкоатлетов. Тяжелая атлетика. Команда из 8 человек. Скорее всего, не поедет никто. По правилам Международной Федерации тяжелой атлетики, при обнаружении трех и более положительных допинг-проб у спортсменов одной страны на Олимпиадах 2008-2012 годов, Национальная Федерация может быть дисквалифицирована. У России три случая с прошлых Олимпиад и несколько свежих нарушений. Плавание. 37 человек. Скорее всего, поедет часть спортсменов. Газета The Times в марте обвинила Всероссийскую Федерацию плавания в систематическом применении допинга. Называлось как минимум два случая. Дальше обвинений, правда, дело не пошло. Сейчас у Международной Федерации плавания претензий к России нет. Тем не менее, возможно отстранение Юлии Ефимовой и Натальи Ловцовой. В их истории есть факты применения допинга. Велоспорт. Команда из 17 человек. Скорее всего, поедет часть команды. В этом году допинговые баны получили и Екатерина Гнеденко, Елена Брежнева и еще несколько спортсменов. Под угрозой могут быть шоссейники Ольга Забеленская, Ильнур Закарин и трековик Сергей Шилов. Академическая гребля. 28 человек. Поедут почти все. У Международной Федерации гребли нет серьезных претензий к России, но отдельные спортсмены могут быть отстранены. Анастасия Корабельщикова и Иван Подшивалов 10 лет назад попались на допинге. Борьба. 17 человек. Поедут почти все. Вопросы могут быть только к Виктору Лебедеву. В начале карьеры борец на два года был отстранен от соревнований из-за применения астероидов. Теннис. Команда из восьми человек. Поедут все, кроме Марии Шараповой. Она отстранена от соревнований на два года из-за применения мельдония. В остальных видах спорта Международной Федерации претензий к российским спортсменам не имеют. Решение МОК одно, а реакция на него разная, порой диаметрально противоположная. Андрей Черкасов сравнил эфиры разных СМИ, западных и российских. Окно в Бразилию закрыто, форточка осталась. МОК, хоть и не без оговорок, все же разрешил российским спортсменам принять участие в летней Олимпиаде 2016. Индивидум должен иметь хотя бы один шанс доказать, что обвинения против него безосновательны. Мидия по всему миру отреагировали немедленно. Это серьезная угроза для имиджа России и ее престижа в мире. МОК не отстранил Россию. Всеобщего отстранения для спортсменов России не будет. Российские легкоатлеты на Игребриу не поедут, а насчет других дисциплин еще предстоит выяснить. Это решение будут принимать отдельные спортивные федерации. Западные обозреватели называют это решение слишком мягким. В американском антидопинговом агентстве заявили, что МОК отказался принять на себя лидерство в этом вопросе. МОК оказался недостаточно сильным, чтобы принимать решения самостоятельно. Это их сфера ответственности, их игра. Так что решать, кого приглашать, а кого нет, должны были они сами. В сюжетах российских СМИ благодарностью и не пахнет. Там продолжают искать виновных в сложившейся ситуации. В частности, вновь упоминает имя Григория Родченкова, бывшего начальника московской антидопинговой лаборатории, который первым рассказал о массовом применении запрещенных препаратов в российском большом спорте. Перебежчик сомнительной репутации Родченков. Отдельным пунктом в сюжетах российских СМИ проходит Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Международная федерация вносила такие требования, которые выполнить было невозможно. Некоторые медиа прямо заявляют, это все происки Запада. Большой спорт постепенно возвращается в эпоху Холодной войны. И везде поливают нас грязью, везде клевещут. Американцы эти препараты употребляют в больших количествах. А против России на Западе взъелись из зависти, но отстранить от игр полностью побоялись. Россия не та страна, с которой можно поступать некорректно. Летняя Олимпиада в Бразилии начинается менее чем через неделю. Российских чиновников от спорта туда не пустят. А провинившиеся атлеты уже заявили, медали, выигранные в Рио, будут не настоящими, а псевдозолотыми. Грузию на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро представит рекордное число спортсменов. Впервые в истории участия страны в играх под ее флагом выступят 39 атлетов. Грузинская сборная уже улетела в Бразилию. Спортсменов провожали первые лица государства. Подробнее Звиат Мичедлишвили. Грузинские олимпийцы начали бить рекорды еще по дороге в Рио. Впервые в истории Олимпийских игр на одних и тех же соревнованиях и в одной дисциплине выступят мать и сын. Это Нино Салуквадзе и Цотне Мачаварьяни. Мастера по спортивной стрельбе. Для Салуквадзе это уже восьмые игры. А вот ее 18-летний сын готовится к дебюту. Это мечта моего отца и тренера Вахтанга Салуквадзе. Его внук пошел по стопам семьи. Это первый случай в истории Олимпийских игр, когда мать и сын выступают вместе. В какой-то степени это будет сложным для меня. Ведь мне впервые придется выступать с Нино. И как со своим тренером, и как с матерью. Еще один безусловный рекорд грузинской сборной – это ее численный состав. На этот раз в летних Олимпийских играх примут участие 39 спортсменов из Грузии. Из них 9 женщин. До того самая многочисленная грузинская команда была представлена в австралийском Сиднее в 2000 году. Тогда под флагом страны выступили 36 атлетов. Мы смогли добиться этого. Благодаря общим усилиям мы на этот раз получили больше лицензии. Чем больше олимпийцев отправятся на игры, тем выше вероятность получить больше медалей. Верю, что эта Олимпиада будет особенной. Всего грузинские атлеты выступят в 13 дисциплинах. Однако лидирующие позиции традиционно остаются за борцами. За медали под дзюдо, вольной и греко-римской борьбе сразятся 19 спортсменов. То есть половина сборной. Знаменосец команды – неоднократный чемпион мира под дзюдо Автандил Чирикишвили. Церемония проводов грузинских спортсменов в Рио-де-Жанейро прошла в Олимпийской деревне Тбилиси. С напутствиями выступили первые лица государства. Весь мир будет смотреть на вас и слушать гимн Грузии. Я уверен, что на этой Олимпиаде он прозвучит не раз. Знаете, что мы все смотрим на вас, надеемся на вас. И ваши успехи наполнят сердца миллионов грузин ликованием. Ликование болельщиков, между тем, не единственный стимул к победе для спортсменов. Национальный Олимпийский комитет Грузии объявил, что на премиальный для атлетов государство выделило 3 миллиона 800 тысяч лари. Это более полутора миллионов долларов США. Так, олимпийский чемпион получит 170 тысяч лари, серебряный призер – 102 тысячи, а бронзовый станет обладателем 68 тысяч лари. Кроме того, в зависимости от результатов, показанных в Рио конкретными спортсменами, им будут увеличены премии на всех последующих спортивных соревнованиях до конца 2016 года. С Виатом Чедлишвили специально для настоящего времени Грузия Тбилиси. Неспортивные страсти вокруг спортивной арены Санкт-Петербурга. Один из самых дорогих долгостроев мирового футбола может остаться без генподрядчика, причем буквально накануне грядущего Мундиаля. Где найти главного строителя и как успеть закончить работы до начала первого матча чемпионата мира. Владимир Степанов. Их не хотели слушать, и они заставили себя услышать. Рабочие перегородили въезд на стройплощадку стадиона на Крестовском острове. Работа замерла. Заказчик у генподрядчика принял 85% работ. Силуэт летающей тарелки, который задумал японский архитектор Кисё Куракава, уже читается на линии городского горизонта. Почти готов фасад, а прямо сейчас монтируют специальное прозрачное покрытие раздвижной крыши. Неспортивный спор. На стадионе рассудили специалисты прокуратуры. Идет проверка субподрядчиков. В ходе проверки в деятельности ИП Пантелеева выявлена задолженность по заработной плате за июнь 2016 года в размере 700 тысяч рублей. В деятельности общества с ограниченной ответственностью Элпром также выявлена задолженность по заработной плате за июнь 2016 года в размере 1 миллион 300 тысяч рублей. Итог проверки. Одно административное дело возбудили, сейчас решают насчет второго. Оценка простых петербуржцев куда строже. Большинство недовольны тем, что происходит на стройплощадке стадиона. Когда стоимость стадиона уже на десяток хороших стадионов в Европе тянет, а конца не видно, чем-то радостно, так что недоволен. Спасибо. И одного таких большинства. Он стоит стадионом, в принципе, для нашего города достаточно. Мнение большинства метафорически выразил парламентарий Борис Вишневский. Арену он сравнивает не с летающей тарелкой, а с бездонной бочкой. Стадион – это бездонная финансовая бочка. Вот 10 лет назад строительство начиналось с планов потратить на него 6,7 миллиарда рублей, сейчас почти 44. 10 лет назад предполагалось сдать стадион в марте 2009 года, сейчас июль 2016 года. Еще конец пока не виден. Голосу недовольных городские власти прислушались. Но только теперь, когда до конца стройки осталось меньше 6 месяцев. 15 июля генеральному подрядчику вручили уведомление об одностороннем расторжении госконтракта. Смена генподрядчика непредсказуемым образом скажется на том, как увеличатся сроки, может быть, даже увеличатся сметы. Это очень сложная процедура замены генподрядчика. Экономически для него будет очень выгодная ситуация. При этом объект, повторимся, практически готов на 85%. Ситуация достаточно комфортная. Вряд ли это случайно с течением обстоятельств. Важно иметь в виду, что стадион обязательно надо достроить к лету следующего года. Больше крайних сроков не будет. Петербург должен принять Кубок Конфедерации. Иначе хозяйкой чемпионата мира по футболу будет уже не Россия. Владимир Степанов из Петербурга для настоящего времени. Сегодня в Филадельфии открывается национальный съезд демократической партии. На прошлой неделе республиканцы официально представили своего кандидата в президенты Дональда Трампа. На этой неделе очередь демократов представить Хилари Клинтон. В Филадельфии работает наша съемочная группа. И сейчас на прямой связи с нами из центра, где проходит съезд, Наташа Мозговая. Наташа, добрый день. Насколько я понимаю, и у демократов не все началось гладко. Добрый день, Олесь. Да, стоит вспомнить, что буквально три дня назад на полях республиканского съезда в Кливленде председатель национального комитета демократической партии Дебби Вассерман Шульц говорила, что вот когда начнется наш съезд в Филадельфии, мы покажем вам, что такое политическое единство. Но вот буквально в эти выходные разразился большой скандал, в результате которого та самая Дебби Вассерман Шульц объявила о том, что она уйдет в отставку по завершении съезда. Причина? Сайт Викиликс обнародовал вновь партийную переписку лидеров, из которой, в общем, выяснилось то, что Берни Сандерс утверждал на протяжении последних нескольких месяцев, что партийное руководство, несмотря на открыто заявленную нейтральную позицию, публично заявленную нейтральную позицию, на самом деле активно поддерживало кандидатуру Клинтон. То есть на самом деле это как бы некий такой секрет Полишинеля, поскольку на протяжении уже многих месяцев знаем, что около 90% так называемых суперделегатов съезда, то есть высокопоставленных представителей демократической партии, у которых как бы особый вес, естественно, на этом съезде, публично поддержали Хилари Клинтон. Но особое беспокойство вызвали утверждение представителей штаба Хилари Клинтон, которые заявили, в общем, достаточно открытым текстом на то, что российские хакеры, связанные с государственными структурами, пытаются повлиять таким образом на исход выборов и помочь Дональду Трампу. То есть давайте вот послушаем, что сказал руководитель избирательной компании Хилари Клинтон Роберт Мук. Эксперты говорят нам, что российские госструктуры взломали почту Демократического национального комитета. Они похитили переписку и теперь сливают ее через эти сайты. Руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорд, естественно, категорически это отрицает. Он называет вот эти обвинения в связях между штабом Трампа и какими-то российскими структурами абсурдными, безосновательными. Но вот даже сам кандидат Хилари Клинтон в своем первом интервью с ее будущим, с ее кандидатом-вице-президентом, ее партнером по предвыборной гонке Тимом Кейном, ей пришлось говорить не о нем, не об их совместных каких-то планах, а вот реагировать на этот скандал. Давайте послушаем. Я не могу сказать, что говорили люди, которые не работали на меня. При этом сам главный пострадавший, в общем, жертва этой истории, сенатор Бернис, который проиграл Хилари Клинтон на прайс, он не пошел на попят, но он все еще поддерживает Хилари Клинтон. Давайте послушаем его высказывание. Сейчас нам нужно одолеть Трампа и избрать Хилари Клинтон. Сегодня Бернис Сандерс, как и первая леди Мишель Обама, выступят вот здесь на открытии съезда, национального номинационного съезда Демократической партии. Олесь? Спасибо, Наташа. Ну, насколько я понимаю, в случае с Сандерсом партийная солидарность все-таки возьмет верх. Вот другой вопрос, согласны ли с этим мириться его сторонники. О настроениях, которые царят в эти минуты на улицах Филадельфии, расскажет наш коллега Роман Мамонов. Роман, тебе слово. Да, Олесь, приветствую. Уже накануне прошли здесь мирные, кстати, протесты. Сторонники Бернис Сандерса прошли маршем по центру Филадельфии. И если изначально все это должно было пройти с требованием каких-то изменений в политике Республиканской партии, Демократической, простите, партии, например, с целью запрета добычи нефти с помощью фрекинга, так вот, конечно, весь этот скандал повлиял, и люди вышли с лозунгами, в том числе Хилари Клинтон, которые мы слышали в Кливленде, сторонники Бернис Сандерса скандировали посадить ее. Один из сторонников заявил, что, в общем, победу Бернис Сандерса украли. Давайте послушаем. Я полагаю, что номинация у демократов должна быть у Бернис Сандерса. Я думаю, что Клинтон украла номинацию. Я думаю, что о коррупции становится известно все больше и больше, благодаря Викиликс и подобным сайтам. Очевидно, что протесты здесь будут продолжаться и дальше. Вопрос, насколько масштабными они будут. Все-таки Бернис Сандерс, как сказала Наташа Мозговая, должен сегодня выступить и ее поддержать. Кстати, не исключено, что сторонники Бернис Сандерса устроят такой же, если хотите, бунт на полях непосредственно конвенции, как мы видели в Кливленде в случае с Трампом, потому что Дебби Вассерман Шульц вообще-то собирается открывать, если даже выступить на нем. Представьте, что это будет в прямом эфире. Демократы будут ее, сторонники Бернис Сандерса будут ее освистывать и явно улюлюкать, а это демократам явно не нужно. Кроме того, сегодня штаб Хиллари Клинтон получил крайне неприятное известие, связанное с рейтингами. Последние опросы, давайте сразу посмотрим, показывают, что Дональд Трамп, и это, конечно, эффект прошедшего съезда, обходит ее в национальных опросах с перевесом от 2 до 4 процентов. Кроме того, в некоторых штатах ключевых также увеличивается его отрыв. Ну и сегодня же канал CNN обнародовал результаты своего опроса, согласно которым уровень недоверия со стороны избирателей Хиллари Клинтон достигает 68 процентов. Она практически сравнялась с Дональдом Трампом. Это, конечно, информационная такая, если хотите, катастрофа. И сейчас штабу Клинтон и штабу Демократической партии на этом съезде нужно сделать все, чтобы исправить ситуацию и показать единство партии. Посмотрим. Олесь. Спасибо, Рома. Спасибо, Наташа. До завтра наша съемочная группа будет следить за событиями съезда демократов в Филадельфии. Два человека погибли и по меньшей мере 16 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе «Блю» в городе Форт-Майерс во Флориде. По сообщениям властей, возраст пострадавших варьируется от 12 до 27 лет. Предыдущий инцидент со стрельбой во флоридском ночном клубе унес жизни 49 человек и с новой силой подогрел дискуссию о контроле над оружием в США. Как показал недавний опрос Associated Press и компании GFK, две трети американцев поддерживают ужесточение соответствующих законов, что является рекордно высоким уровнем начала проведения исследований в 2013 году. Год назад ему отказали в получении немецкого гражданства, однако разрешили остаться в Германии в качестве беженца до окончания гражданской войны. Речь идет о сирийце, который взорвал себя в воскресенье в баварском городе Ансбах во время музыкального фестиваля. При этом немецкие правоохранители сообщают, что сириец уже дважды пытался покончить жизнь самоубийством. В результате взрыва 12 человек получили ранения, трое из них серьезные. Для Германии это уже четвертое происшествие за неделю. 19 июля был 17-летний афганец с топором в поезде, 22-го – мюнхенский стрелок, 24-го – сирийский беженец с мачете в Ройтлингене. Впрочем, немецкая статистика меркнет по сравнению с количеством жертв в горячих точках. Согласно отчету ООН, только в Афганистане с начала года было убито или ранено 5166 человек – рекордное число за все время сбора данных. К этой печальной статистике добавились и цифры пострадавших в результате субботнего теракта в Кабуле, где от взрыва смертника погибли 80 человек и 230 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ. Она же взяла на себя ответственность за устроенный смертником взрыв на севере Багдада в воскресенье, в результате которого погиб 21 человек. Десятки получили ранения. А в понедельник взрыв автомобиля в иракском городе Эль-Халис унес жизни 17 человек. Кто стоит за этим терактом, остается пока неясным. Тем временем, сирийская правозащитная организация Observatory for Human Rights, которая базируется в Великобритании, сообщила, что в субботу сирийские власти нанесли воздушные удары по пяти временным больницам в подконтрольных повстанцах районах Алеппо и окрестностях. По данным правозащитников, в результате воздушных ударов погиб один младенец, а медицинское обслуживание более 200 тысяч гражданских лиц в подконтрольных повстанцах районам оказались под угрозой. Власти Турции в понедельник выдали ордера на задержание 42 журналистов, сообщает турецкий канал НТВ. Среди подлежащих аресту, в частности, фигурирует имя известного комментатора и бывшего депутата парламента Назли Ильичак. Всего в Турции в рамках мер по подавлению неудавшегося военного путча, мишенью репрессий стали более 60 тысяч человек, что вызвало недовольство со стороны Европейского Союза. Как заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, это ставит под вопрос многолетней стремления Анхары войти в состав ЕС. И вновь эфир из пражской студии. В Беларуси похоронили Павла Шеремета. Сразу после прощания в Киеве гроб доставили в родной город журналиста Минск. Отпевание прошло в храме всех святых. На панихиде присутствовали украинские журналисты и депутаты. Проститься с Павлом Шереметом пришли сотни белорусов. Среди них его знакомые друзья. Белорусский президент, в отличие от своего украинского коллеги, поклониться погибшему журналисту не пришел. Когда такие молодые мальчики, честно выполняя свой долг и свои журналистские обязанности, погибают. Ребята, у нас что, война идет? Дальше с такой властью жить просто невозможно. Конечно, это в первую очередь атака на все общество. Это не просто убийство конкретного человека. Это желание еще это сделать цинично, демонстративно и открыто. Это казнь. Поэтому я думаю, что это какая-то большая игра, в которой Паша действительно стал вот такой сакральной жертвой. Павел Шеремет погиб на прошлой неделе в центре Киева. В автомобиле, за рулем которого он находился, сработало взрывное устройство. Сегодня в Украине все обсуждают заявления главы национальной полиции Хатии Деканаидзе. В интервью телеканалу 112 она дала понять, что слежку за Павлом Шереметом и его гражданской супругой, руководителем издания «Украинская правда» Аленой Притулой, организовал первый заместитель главы полиции Вадим Троян. Сейчас он в отпуске, как, собственно, и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. «Я уверена, что Троян заинтересован в прозрачной проверке. Он ответит на все вопросы, которые появятся», – заявила Деканаидзе. Польский Сейм, Нижняя палата парламента, назвал Волынскую трагедию геноцидом. Кровавые события, а также в литературе можно встретить и слово «резня», унесли жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины. Они происходили во время Второй мировой вплоть до 1947 года. Установить 11 июля Национальным днем памяти жертв, цитата, «геноцида», совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой, своих коллег из Нижней палаты парламента призвали сенаторы. За появление слова «геноцид» в определении событий 40-х годов прошлого века высказались 432 депутата польского Сейма, воздержались 10, против не голосовал никто. Такую решимость депутатов поддержал и ряд польских историков. Лично я считаю, что это был геноцид. Это была идеология АУН, Организации украинских националистов. Было двое польских исследователей, которые посчитали жертву. Вышла цифра 130 тысяч человек. Директор Института национальной памяти Украины Владимир Ветрович заявляет, что никаких документов, которые бы говорили про уничтожение нескольких десятков или сотен населенных пунктов на протяжении одной ночи, 11 июля, их просто нет. Это странно, потому что этой масштабной операции не могли не заметить польские подпольщики. И что самое удивительное, не заметили немцы, которые на тот момент все же были властью. В этом польско-украинском противостоянии украинцы были и среди тех, кто убивал поляков, и тех, кого убивали поляки. Мы имеем множество документов и польского подпольного движения, и концепция геноцида предусматривает абсолютно одностороннюю ответственность. Верховная Рада Украины признание волынской трагедии геноцидом осудило. Президент страны Петр Порошенко также выразил сожаление. Цитата «Знаю, многие захотят использовать это для решения политических спекуляций», сказано на странице президента в Facebook. Отмечу ранее, во время саммита НАТО в Варшаве Петр Порошенко возложил цветы к памятнику жертвам волынской трагедии. До него никто из украинских президентов ни разу этого не делал. В Южной Африке на минувшей неделе завершилась международная конференция по ВИЧ-спид. Со времени самой первой встречи, 16 лет назад, ситуация с этим заболеванием значительно изменилась. Подробности в нашем следующем сюжете. У новорожденных детей сейчас есть шанс не заразиться вирусом иммунодефицита, даже если их матери являются ВИЧ-инфицированными. В этом году в Таиланде устранили возможность передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Скоро это станет возможно и в других странах. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку является серьезным успехом в исследованиях ВИЧ. Однако до сих пор 150 тысяч детей в странах с низким и средним доходом ежегодно заражаются вирусом. Главная задача заключается в том, чтобы отправить женщин с ВИЧ на лечение, и чтобы они получали поддерживающую терапию в течение всей жизни. Но в некоторые больницы сложно попасть, или они находятся слишком далеко. Получить лекарство тоже может стать проблемой. И принимать его всю жизнь может быть крайне сложно. Исследователи национальных институтов здоровья работают над тем, чтобы медицинская помощь была более доступна. Например, одно из исследований, которое мы финансировали, было посвящено идее проводить тесты и лечение не в клинике, а в церкви. Результаты показали, что есть самые разные методы. Например, привлечение мужчин к курсу лечения способствует тому, чтобы женщина постоянно принимала лекарства. Также помогает проведение тестов и терапии на дому и интегрирование лечения ВИЧ в систему обычного здравоохранения. Официальное название этого подхода – «Наука реализации», то есть поиск самого эффективного метода лечения. Доктор Том Фриден рассказал в интервью по Skype о трех ключах тайского успеха в борьбе с ВИЧ среди новорожденных. Во-первых, надо убедиться, что подобран правильный курс лечения, что есть правильное лекарство в нужных дозах. Во-вторых, необходимо, чтобы лечение стало частью их материнских забот, частью ежедневной рутины. И в-третьих, очень важна постоянная политическая поддержка. Инструменты, устраняющие возможность передачи болезни от матери к ребенку, уже есть. Теперь главная задача и цель – воплотить их в реальность и снизить число инфицированных новорожденных. Западную медоносную пчелу завезли в США по очевидной причине. Она действительно дает много меда. Пчел разводят в разных штатах для опыления всевозможных культур. От миндальных плантаций до брокколей. Однако тяжкий труд в прямом смысле убивает насекомых. Ученые назвали это явление синдромом разрушения пчелиных колоний. На борьбу с этой проблемой теперь встают американские горожане. Разрушение пчелиных семей уничтожило порядка 44% популяции домашних пчел в США. Это большая проблема для страны, где именно пчелы опыляют значительную долю сельскохозяйственных культур. Однако колонии западной пчелы под угрозой не везде. Некоторые из них не только выживают, но и процветают в необычных местах, таких как крупный город. Наша столица, Вашингтон, довольно зеленая. И один из главных источников питания пчел – пыльца деревьев и нектар. Миллер решил воспользоваться преимуществом цветущего Вашингтона и основал организацию DC Honey Bees. Сегодня уже более 300 вашингтонцев организовали пространство для ульев на крышах своих домов и задних дворах. В городе острая нехватка опылителей. Вообще, здесь их не так много изначально, так что помощь такого гуру опыления, как пчела, нам очень даже нужна. Миллер отмечает, что городской ульей может производить более 40 килограммов меда в год. Пчелы также полезны для городских садов и парков. Я совершенно точно в своем саду заметил разницу. Моя клубника просто взорвалась соцветиями, а потом и ягодами. Несколько сотен ульев в городе недостаточно для решения проблемы, связанной с синдромом разрушения пчелиных колоний, который вызван стрессом, пестицидами и паразитами. Однако Миллер отмечает, что сегодня уже есть доказательства того, что западная медоносная пчела может процветать в правильной среде. За 7 лет с нашей помощью несколько сотен человек стали пчеловодами. Но это капля в море. Мы никогда не ставили своей целью разрешить пчелиный кризис. Однако стремимся хотя бы повысить информированность населения. А с повышением информативности растет и интерес к городскому пчеловодству. Это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Я Олесь Кругляков и команда Настоящего Времени в Вашингтоне. Благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Сергей, счастливо. Мы же благодарим Вашингтон, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!